Если меня подбодрить, ты уволен. Итак, мы продолжаем. Это первая часть прохождения даже и до света. Слышала? Это Джош! 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 Пойдем! Держись! Эшли! Эш, что происходит? Пусти меня! Эшли! Что с... Я... Сейчас... Да, жесткая плюха была. Че ж ты волоком-то тащишь? Сил не хватает на руки взять и внести. Снова психоаналитик. Сейчас я покажу тебе фотографии людей, которых ты знаешь. И любишь. Или, возможно, просто делаешь вид, что любишь. Итак, это упражнение в частности. Скажи, кто из каждой пары тебе больше нравится. Не спеши. Твой ответ очень важен. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Эмили. Эмили. Ранее дожить до рассвета. Держись! У нас есть один подозреваемый, но его местонахождение неизвестно. У него был старый конфликт с семьей Вашингтонов. Он упорно требовал, чтобы они прекратили строительство в Блэквуд Пайнс. Заявлял, что это священная земля его предков. Эс. Е. Эс. Ты? Сестра. Спроси, чья сестра. Джош, это наверняка... Которая из сестер? Беги! Боже мой! Эш! Эй! Папа, папа, папа... Папа! Четвертая глава Преданность С 7 часов до рассвета Майк Хижина 2359 Срезать путь Джессика Джессика Черт, нет, нет Джесс Нет Джессика 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 Давай. Как-то не торопится сильно Майка смутру. И фонарик целый не разбился. А судя по звуку было, как будто он разбился. Бежать надо, ё-моё, а не идти быстрым шагом. – Джессика! – Спасите! – О, нет, Майкл! – Джесс! Нет! О, Господи! Где Джессика? О боже, Джесс, Джесс, ты жива? Спаси. Жизнь-то! Это что там? Майк, шахты, 0.12. Быстро! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Так... Так... А-а-а! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Черт! Вон он! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Твою мать! Оно вообще сломано! Как оно сломано, если ты с него только что стрелял? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Я должен успеть! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Да, там очень холодно В одной майке А вот того самого хрена Крис, дом Вашингтонов 0041 Кровища такая на стене Черт, нет Эш! Эшли! 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 Эш! 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 Спасибо, что присоединились ко мне. Сегодня мы проведем испытание воли. Эксперимент. Для этого эксперимента нам понадобятся эти двое подопытных, Джошуа и Эшли. Твою мать! Но есть еще один отважный участник, который решит, кому из них жить, а кому умереть. Подведи, подведи, крест! Нет, ты охренел! Выпусти меня отсюда! Пожалуйста, прошу вас успокойтесь. Все очень просто. Кристофер, прямо перед собой ты увидишь рычаг. Ты лишь должен выбрать, кого ты спасешь. Нет, пожалуйста, этого не может быть! Черт, черт, нет! Я не верю! Так, ладно, все будет нормально. Дружище! Братан, погоди, остановись, подумай! Боже мой! Крис, я не хочу умирать! Вы погодите, я что-то не соображу. Да? Эшли, ничего не бойся, я тебя спасу! Спасибо! Спасибо! Не надо! Это же бред! И театист не может такого быть! Крис, скажи мне, что это… А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а! Эшли, не смотри, не смотри! Крис, скажи мне, что он живой, Крис? Да, это что-то напоминает из фильма пила. Тише, тише, тише! Так, давай развяжем тебя, надо уходить отсюда! Нет! Нет! Уходим, слышишь? Интересно, а что бы было, если бы я выбрал спасти Джоша? Крис? Эшли! Кровь? Кровь! Эш, чья это кровь? Ты ранена? Крис, что случилось? Джош! Что, Джош? Эй! Он погиб! Прямо у нас на глазах! Что, что? Ты что несёшь-то? Да, маньяк! Маньяк? О боже, надо убираться отсюда! Не понимаю, что случилось? Да вы, маньяк спилали! Либо Джош, либо Эш! Я не знал, что делал! Господи! Она его распилила! Все кишки наружу! Что? О боже! Крис, ты что? Я убил его! Стой! Крис! Я убил его! Это я, маньяк! Нет, бред какой-то! Надо позвать на помощь! Прямо пополам! Давайте успокоимся, ладно? Не знаю, не знаю, не знаю! Надо звать на помощь! Быстро! Не знаю, не знаю, не знаю! Эм, нам нужно поискать остальных! Майк и Джесс где-то углажают друг дружку, а Сэм неизвестный где! Она должна быть в доме! Ладно, ладно, ты прав! Собери всех! Но если тут рыщет маньяк, нам нужно позвать на помощь! Так ведь? А не сидеть и ждать! Ну как же... Что тут ещё обсуждать? Пошли! Снова привет! Обстановка наканяется, правда? Всё идёт так, как тебе бы хотелось! Нет! Ясно! Ты считаешь, эти ребята заслужили такую участь? Кто вы? Я же хочу помочь! А это твоя игра! Ты же понимаешь, тебе потом будет плохо! Будет плохо всем! По твоей игре тебя никак не назовёшь честным человеком! Как ты и дальше собираешься таким образом развлекаться? Да! Ты не веришь, что я тут есть? Нет! Ах! Ну конечно! Вот в чём загвоздка! Ты сможешь отличить реальность от вымысла! Сомневаюсь? Вернее, в дожить до рассвета! Держи до рассвета! Держи до рассвета! Что за фигня? Это может быть все, что угодно, но ничего хорошего. Эй, прекрати. А вот наш пропуск в мир духов. На сегодня хватит с меня кошмаров. Предсказываю себе горячую ванну прямо сейчас. Развлекайтесь. Стив, остановись! Стив, остановись! Стив, остановись! У нас есть один подозреваемый, но о его местонахождении ничего неизвестно. На горе сохранилась старая психлечебница. Он может скрываться там. Глава пятая. Ужас. Шесть часов до рассвета. Майк, территория лечебницы, час ноль три. Черт. Продолжение следует... Отлично. Да, почему бы мне не оказаться в самом жутком месте на земле? Под снос. Проживание в этом здании, либо любое его использование, запрещено по закону 12 июня 54 года. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Ого, другое дело. Ого, другое дело. Ого, другое дело. Там закрыто. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Лечебница Blackwood Pines открыта в 22-м году в здоровом теле, здоровый дух. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Старая психиатрическая психбольница. Она уходится, блин, далеко в горах, до которых и добраться не так уж легко. Там, чё, особо опасных психопатов держали, что ли? И закрыли её в 52-м году. Может, благодаря этой газетке мы чё-нибудь узнаем? Альберга Пост. 9 января 52-го года. На горе Блэквуд совершено нападение на репортера. Вчера репортер издания Альберга Пост был гастабилизирован в результате нападения, совершённого сотрудниками службы охраны лечебницы Блэквуд. Старший корреспондент Чак Баннет хотел произвести интервью с шахтёрами, спасёнными в минувший вторник. Они больше трёх недель провели под землёй после того, как в декабре обрушилась шахта северно-западной горнодобывающей компанией. И теперь этим людям, страдающим от истощения шока, оказывают помощь в лечебнице Блэквуд. Джефферсон Блэк Брэк, единственный владелец северно-западной горнодобывающей компании и лечебницы Блэквуд, сообщил пост о том, что он сожалеет об этом инциденте, что по данному факту будет произведена ослуживная проверка. Он также заявил, что Бернштейн находится на территории незаконно. Ещё одна записочка. Протокол медицинского свидетельствования шахтёров. Медицинское заключение отчёта о состоянии 12 шахтёров, попавших в завал при обрушении шахты в Блэквуд Пайнс и впоследствии спасённых в состоянии при потуплении, когда в медицинский блок лечебницы поступили 12 пациентов. Мы ожидали увидеть людей. Состояние крайнего истощения, страдающих от голода. К счастью, шахтёры оказались относительно здоровы. Это можно объяснить тем, что они обнаружили в шахте запасы еды. У нескольких пожилых пациентов было диагностировано затруднение дыхания, как и ожидалось. А такие симптомы, а также симптомы пневмонии. Что касается психологического аспекта, после 23-дневного заточения под землёй, некоторые из них испытывают трудности с реинтеграцией в общество. Хотя физическое состояние пациентов оказалось лучше, чем мы ожидали. Пребывание в шахте, несомненно, сказалось на этих людях. Курс лечения. Вследствие нестабильного состояния некоторых из пациентов, мы приняли решение закрыть крыло. А при первой возможности будет проведено психологическое обследование пациентам с респираторными проблемами. Проведена бронхископия и прописан курс стрептоцина, а остальных мы просто держим под 24-часовым наблюдением. Жесткая мачете. Жесткая мачете. Волчок пробежал. Такая рука. Не, лучше не стоит это трогать. Да уж, чем дальше, тем лучше. Найдена улика, странный череп. Продолжение следует.